Народ, всем привет! И мы продолжаем изучать фильтры. Сегодня очередь у нас подошла к фильтру Time, Shift and Scully. Но можно перевести как смещение и масштабирование времени. На мой взгляд это очень крутой фильтр. И какие настройки нам здесь доступны? Нам доступна настройка Shift, она отвечает за смещение анимации. И нам доступна настройка Scully, масштаб. Давайте начнем с рассмотра параметра Shift, смещение. Сейчас я не буду применять фильтр, посмотрим исходный файл, что мы имеем. Вот у нас идет такое перемещение кубика. Теперь давайте применим позицию Shift, смещение. Допустим, свистим анимацию на 20 кадров вперед. И нажмем Preview. Обратите внимание, что сейчас я работаю со всей областью анимации. Если вы хотите также работать со всей областью, то не изменяйте значения параметров Set Start и Set Stop. Если вы хотите работать с какой-то конкретной областью, сделайте выделение либо на графиках кривых, либо задайте значение вручную, нажав на данные панели. Итак, я нажал Preview. И посмотрите, графики анимации и все ключевые кадры у меня сместились на 20 кадров вперед. То есть, если я проиграю анимацию, то теперь она пойдет только с 20 кадра. Нажмем Reset. И следующий параметр, очень интересный, это масштабирование времени. Те, кто смотрел переводы курсов по Cinema 4D и по Motion Builder, я уже делал. Мы с вами разбирали это в теме тайминга анимации, когда говорили вот тоже о растяжении и сжатии. Так вот, по умолчанию масштаб времени у нас стоит единица. Давайте увеличим его сразу же в 10 раз. Нажмем 10, нажмем Preview. Посмотрите, как у нас растянулись графики анимации. И проиграем анимацию. Да, кстати, прежде чем проигрывать, обратите внимание, что у нас произошел обрыв траектории движения. Почему? Потому что время анимации увеличилось в 10 раз. Давайте я добавлю ключевых кадров. И проиграем. Так, ничего не произошло снова. Почему? Потому что при увеличении количества кадров настройки фильтра слетают. Так, давайте еще раз выберем смещение. Выберем фильтр. Увеличим время в 10 раз. Enter и нажмем Preview. Проигрыш анимации. Вот смотрите, вся анимация замедлилась в 10 раз. То есть, с помощью такого эффекта можно создавать так называемый Slow Motion, то есть замедление движения. Представьте, допустим, что ваш персонаж получает удар. И в начале вы можете сделать эту фазу быстрой, а само падение сделать замедленным. А как только персонаж начинает касаться земли, снова ускорить. И тем самым получить довольно-таки интересный эффект. Итак, это мы с вами замедлили время. А теперь давайте попробуем его ускорить в 10 раз. Я снова изменю количество кадров. Так, для начала, наверное, CTRL-Z надо сделать. Да, лучше сделаем CTRL-Z. Выберем снова данный фильтр. TimeShift and Scali. И увеличим время в 4 раза. Чтобы это сделать, нам надо единицу разделить на 4. То есть, мы получаем с вами 0,25. Обратите внимание на очень важный момент. Я сразу это не понял. Отрицательных значений здесь не задается. Даже если вы впишите его, оно не будет работать. Надо задавать именно через дробь. И смотрим. Так, превью я не нажал, поэтому ничего не изменилось. Смотрите, графики анимации сжались между собой. Изменилась кривая. И смотрим. Анимация ускорилась в 4 раза. Итак, подведем итог. С помощью фильтра TimeShift вы можете изменять начало проигрыша вашей анимации. И вы можете сжимать и растягивать анимацию. Очень полезный фильтр. Надеюсь, вы будете им пользоваться. А с вами был Александр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok